Для электронов формально можно расписать электронов в атоме водорода. То есть атом водорода или более вообще атом, состоящий из такой ополочек уже с учетом орбициального расщепления. Значит, в этом атоме есть свои квадровые числа, и электроны занимаются с этим квадровыми числом. Так вот, если ополочки в атоме заполняются постепенно, и если это какой-то атом, получается, в котором все ополочки заполнены, все квадровые сенсоры, все они заняты. Вот такие у нас инвестные газы. Вот эти вот оболочки электрогаза, значит, тогда в периодичной системе мы переходим к следующему элементу. Там книг просто добавляется электрон, следующим, два электрон, следующим, три электроны, пока не заполняется, следующая оболочка. Какая система, например, первичный систем. Ну и там есть сложности с тем, чтобы раз оболочка разная, то есть число составить, и поэтому D оболочки. То есть есть S, P, D зависит от того, от орбитарного числа. Ну там еще на D оболочки, и там языка не имеет никакое несоответствие вот этому факторическому системе, которая состоит из восьни, значит, этих периодов. Значит, это получается из восьмой группы, так вот, значит, восьмой группы тогда, там только P состояние, это P состояние включаем, а то, значит, D состояние, там, соответствующим уровнем, тоже внедряется в эту соответствующую часть. Так вот, значит, я это рассказываю для того, чтобы, по-другому, просто сказать, что, значит, Слово заставляет, вот по-большому, значит, именно вот эти вот энергетные, атомные, энергетные газы. То есть мы, что они знаем, что они соответствуют, вот они, их поведение, что мы отвечаем той, значит, тому поведению, которое мы могли предполагать, что мы считаем, что это мы, как в атоме вода расположены. Вот это, на самом деле, проблема, почему, как все лицом взаимодействующее, можно распределять по тем же состояниям, которые, в основном, не простающе. Ну вот, так вот, я, по-другому, от унитного газа знаю, вот, и, по-другому, от унитного газа, он ни в какие реакции, все реакции вступают, это очень сложно, он вызывает только молекулы со своими же атомами, ну и, в общем, куда-то его есть технические реакции, процессы не участвуют. Вот это, даёт возможность, даёт возможность предповедать, что, когда, ну, в следующем атоме, допустим, там, 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 булочки, это, то есть, там, ионы острова, плюс ещё один минус. Так вот, значит, берут возможность предполагать, что, действительно, вот этот ион, который состоит из нас, он просто создает поле, действующий на эти электроны. И можно так считать, что этот атом, то есть этот матрик состоит из этих ионов, просто даёт поле, действующий на те электроны, которые участвуют во всех реакциях, участвуют в связи, образуют связь и всё. То есть ион и электрон, в данном случае электронная система, в связи с этими электронами, а атомная система, которую мы изучаем, это движение, которое мы совершили с прошлой раз, это вот эти ионы, вот это, значит, разделение, очень такое, ну, наглядно начать, так сказать, наглядно. Вот мы дошли на 4, ион, электроны, силы на это разделение. Что есть? Ну, более сложных атомов, 4-4, там тоже можно сообразить. Мы говорили о том, о хатерисвязи, которые вы сказали, о колебельной связи, про сэфик-нечитательной, о колебельной связи. Ну, и между ними этими электронами, которые плюс к тем, он сам будто, значит, образующимся так же, как в инвертном газе оболочкам, получается, там не он, потому что там те электроны, которые находятся в высших оболочках боли, они уже активно, они образуются в теле, а они, их свойство, вот как раз я отвечаю, электронным свойствам этого твердого тела. Значит, у нас электроны и ионы вот так вот разделяются. Ну, конечно, это разделение, то есть там в разных конкретных работах поднимается по-разному. Ну, мне надо в этом сложность заключаться в том, что в этом внутреннем большем сложных атомах, значит, весь электронная система, в том принципу, который я сказал, я построю, то она будет сложной. И там вот эти стрелочки похожи на ионы. И тогда их записывать ионы тоже, и, значит, делать... И, в общем, тут возвращать мне некая такая, значит, неизбейшивая электронность. Но вот, если, значит, начинать с чего вот это все? Ну, первое, как я сказал, что есть ионы, ионы, ионы электронной системы. И вот, значит, электронная система — это связь, значит, это металлическая связь, это квалентная связь. Ну, значит, связь, которая, значит, вот эта атомно-манипулярная связь, это, значит, особая, в которой атомно-манипулярная система, это она больше приводит в тех ситуациях, когда там заполненная свежая, а больше почти заполненная, да нет, в тех же газах. Ну, а вот эти главные, значит, металлическая и квалентная связь — это вот. И следующая связь, когда, если атомно-манипуляция, если треотеет связи с разных атомов, то это ионная связь. То есть возникает эта система либо ионов практически, значит, они взаимодействуют по закону Кубана, но у них есть еще свои ситуации с Азией, значит, особенно, что у них добавочные силы в пути есть, потому что квазия, потому что одними электрическими силами не восточет, чтобы она все это будет делать. Ну, значит, вот это, значит, такая ситуация. Так вот, мы часто рассматриваем вот эту атомную систему. И первое окружение, которое мы рассматриваем, это мы ионы сами, хотя они, значит, какой-то рыночный занимает объем, если вы просто заряд их размазали и просмотрели просто электрон свободный шелестронов на фоне подкорпенсирующего положительного фона. Это можно делать тогда, когда взаимодействие эти шелестроны, с этой ионной системой, можно считать в каком-то смысле самым. Это есть, для этого самая есть, потому что электроны немножко, вот те валентные электроны, так называемые электроны, которые будут в нойке металла ходить, все же существенно и другие шелестроны, чем вот эти ионные устры энергии, электроны, ионные холсты. И поэтому, значит, можно сказать, что они занимались не какого-то салда, пролетать, но они еще все быстро и, значит, только, знаете, это поле салда. Вот это, значит, такая есть. Ну, и вообще, чтобы ознакомиться с электронной системой, нужно начинать, конечно, с самого простого. Самая простая модель электронных системы – это, естественно, свободная электрона. Но, естественно, у нас находятся как бы в ящике. Вот мы ее сделали такой периодически ограниченным условием, что, значит, обеспечили, что у нас квазидискретный эксперт вот этого импульса. Значит, импульс электронов имеется. И импульс электронов пишет. Значит, энергия электронов еще от импульса. Это, как бы, раз на двое. Венцоводный электрон. Так, вот, значит, ну, и у меня есть еще и складочисло спиновое. То есть это просто один и два. То есть это, как бы, возможная проекция, когда есть магнитное поле, то есть две возможные проекции. Да, может, энергия. А если в общем случае, значит, у него просто есть какие-то, ну, возможность осуществления какой-то, значит, проекции определенной антеномолита. Вот это два, значит, квантовых числа. Энергия не зависит, если нет в видового поля. Энергия не зависит. Этого числа. То есть минус, значит, не зависит. А, значит, это, вот. Значит, ловая функция. Мы написали. Это, значит, мы ее пишем теперь в таком виде, что это есть единица на коре везде. Объем, значит, основного цепестала. И, значит, это, ну, было бы, это функция, вписывающая пусковому, значит, ЗВУ. Это функция. Тоже она от спины зависит. Вот, если, когда нет в видового поля, они там, что-то спинотермос, который взорвались, вот, понимаете, все у нас все развозим. Ну, тогда, значит, у нас функция такая, а спиновая часть ее, ну, тоже какой-то имеет столбик такой, один и два. Значит, если для одного значения пусинец, другого значения, ну и один и ноль. Вот такие вот просто столбец, как бы из двух, соответственно, плюс и минус. То есть, значит, нет у них такой, там, то они, это просто число-сочетитель, и лица в одном месте. Вот это. Ну, в общем, значит, это вот. Теперь, значит, это было, вот, то есть, мы вам, как иисус, мы, как с вами, прокрутовали, значит, это 2pH, 2pH, так что поставили, как это будет 2p, на L, значит, здесь, если один, то есть здесь один, ну, и так далее. Значит, можно и поставить P, здесь поставить и и и и и равно, это 1, 2 и 3, 2 и 3 или и сыграть. Ну, вот, значит, теперь ничтезаттный объем, что у нас это L1, L1, L2, L3, так вот, как это будет. Ну, и, значит, это число состояний в этой основной области определяется вот числом того, сколько, сколько входит туда, сколько там, это, есть значение, да? Ну, значит, мы сказали, что если есть L1, L1, то они занимают ничьей энергетической среды сферной низшей энергии. Эти состояния расположены в индусном пространстве, в сфере радиуса, которая называется коферной. Этого радиуса, вот, вот, ну, сферы, в которой расположены все вот эти дискретные энергетические состояния, вот, значит, какие-то статистические точки, какие-то мы их рассматриваем, мы считаем, что практически не определенная несправедия, но определенная сферной плотностью. Какая плотность? Вот тоже мы, значит, определились за плотностью. Значит, это мы определяем так, что мы принесуем по L1, L2, L3, да? ДН3, так, ДН3, ДН2, ДН3, вот, и, значит, соответственно, это есть интеграм, просто под L1, L2, L3, ну, здесь нужно, вот, вот, в состоянии, с которыми установлены эти, значит, значения. 2 pH-коды, два, два, это то, что вот, вот, вот эти, вот, вот, а, значит, это, 2 pH, это, получается, от этого вот множителя. Вот, значит, получается, для того, как я взял по объему, вот это и есть число состояний, вот, в этой сфере, если мы продвинем по сфере, и по этой сфере, в этой сфере можно дать меньше по сфере, меньше по сфере. То есть, в этой сфере, значит, будет число состояний, вот. Ну, значит, если мы продвинем по этим числам, ну, тогда, значит, вы получите, ну, этот объем сферы, ну, то, но, ну, сфера того, что на каждую точку приходится, ну, вот, какая-то вот такая вот ситуация. Ну, вот, значит, получается, это, мы, значит, посчитали это все, поговорили в прошлый раз, значит, это 2b, деленное на 2pH в кубе, это 4 3pH в квадрате, ну, и, соответственно, значит, это, значит, это число с калитронов, это же вот число калитронов, вот оно, число калитронов, непредименность его отстанет. А если, ну, уже вот эти количество точек, это равно тоже вот это же что. Может, если у вас будет макия, а вен такой, что вы нельзя будете с ним проносить, ну, тогда, значит, будет это численное число, в случае, в случае. Ну, вот, значит, вот это, вот это, такая, только что снять все только по фиолетовым указательным, а в случае, в случае, в случае, будет это и происходит. Ну, вот, значит, и, соответственно, решение этого уравнения, мы хорошо знаем, это по фиолетовике, то есть, по фиолетовике, то есть, первое, это равно ЭН на 2, то есть, на 3, фи квадрат НС, ой, нет, Фи квадрат НС, значит, это будет, где НС, ну, вот, НС, это будет НС. Ну, вот, и теперь, значит, мы дальше, старthal. Мы начинаем смотреть остальную систему. Как она заполняется. Мы сейчас сейчас рассмотрим только основное состояние. Мы все говорим об основном состоянии. То есть электроны заполняют на ней меньше энергетической состоянии. Она в состоянии меньше энергии. Вот на ней меньше энергии, значит, она будет в такое состояние. Электроны заполняют на этот вот импульс. Это значение импульса. И значение, что от этого конца развода импульсации 2. Ну вот, значит, теперь дальше мы рассмотрим, как учиться с взаимодействием. То есть взаимодействие мы рассмотрели, значит, для того, чтобы рассмотреть взаимодействие, мы говорим, значит, во-первых, радиус сферы, приходящий на энергетон. Вот это для всех энергетон. На каждой энергетон, условно, шарик на энергетон. Ну там неважно, что шарики не плотные будут. Это действительно все. Так вот, значит, шарик. Объем этого шарика мы возвращаем в 0. Значит, 0, соответственно, легко найти. Значит, потому что это будет 4,3 и R1 в кое. 4,3 и R1 в кое. Это и есть объем этого шарика. То есть это объем, исходящийся на объем, исходящийся на 1,0. Ну, это 2 дистанции. Вот. Вот так вот. Ну, сегодня, сейчас проехать на дороге с этого шарика я говорю. Значит, теперь. Энергия взаимодействия. Я все это уже повторяю, чтобы... Ну, сейчас, чтобы перейти. Сколько человек? У энергии, где квадрат? Идем, наверное, 0, да? Ну, 2 дистанции. Ну, 2 дистанции. Ну, 2 дистанции. Ну, вот. Значит, отношение этой энергии взаимодействия к кинетической энергии. А кинетическая энергия будет равна энергии в последнее духовное состояние. Но дело в том, что... А, я сейчас про меня зачем-то забраться. Значит, энергия в основном состоянии будет... Энергия наиболее... Ну, это эфирные. 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 Эфирные наиболее... Наимышение в состоянии. Это очевидно. Фольферные квадратные, 2-м 2-м. Где-то поферные. Это, наверное, меньше. А полная энергия всей системы... Это нужно вот здесь вот описать, вот интеград такой взять в поттерсфере, но тут поставить только 0,2,0,2,0,0,0. Ну, потому что электронные методы, и, значит, и больше, то есть, значит, прямым фактором уже подходил. Ну, значит, получается тогда такая вещь, значит, это будет энергией, N,E. Ну, значит, так будет, что электронные методы, вот, а здесь будет, значит, три пятых, три пятых, E, N, N,E. Значит, три пятых умноженная на N, 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 N. Ну или, значит, это будет, соответственно, E, 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 E. То есть вот эта энергия, это исцеление энергии. То есть полная энергия будет просто... Значит, поэтому, вот, значит, это тут мы должны поставить отношения, к которым надо, чем надо будет. Значит, это будет 3 пятос и 3 пятос. Вот эта энергия, если кто-то у нас с другим лицом, а это эмоционистическая энергия. Так вот, это, значит, величина... Ну, там очень какие-то, эти промежутки не вышло, а просто примерно это где-то приблизительно равно. Ну, целых тридцаток. Но нет, это не парамет, безразмерный. Вот, естественно, у нас есть много звезда. РС. РС. Которое есть отношение... Эрнур вот этого радиуса... Эрнур вот этого радиуса. Да. К... 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 Ну, то есть, если она равна, то, допустим, это вот радиус равен просто радиусу первой полоскопии. Ну, а если, значит, меньше, тогда, значит, будет у нас более плотный газ электронов. А если больше, значит, то менее, то более зажжённый. Поэтому, если РС немного меньше или меньше, то, значит, это будет очень плотный. Ну, в этом случае, как ни странно, у нас, значит, энергия, потенциально, наверное, меньше электричества. То есть, это получается, как газ электронный газ. То есть, чем меньше будет энерг, тем большим основанием мы можем учитывать, если кто-то взял, то свободно нужно посмотреть. Какая-то, что-то, где это отличается. А, значит, если РС немного больше, то наоборот, значит, потенциально, наверное, это отличается, что электроны становятся, как они начинают двигать небольшое движение совершенно, и какие-то положения наносить. То есть, никакая потенциальная яма. Электроны, вот это электроны на положительном фоне, собирать вот какие-то, значит, определенные решёты, потому что в любых лицах останутся, они будут, значит, определяемой плотностью эти положения, и, значит, электроны на станции, и это положение, как в любых лицах общества, решёты из электронов. Вот такая. Ну, конечно, это идеалистичный. А почему должен быть какой-то кристалл? Это кристалл такой, ну, как сказать, модельный, реализированный, это фантазия. Потому что таких не бывает в ситуации, чтобы мы такой, то есть, значит, однородный положительный фонд такого момента является, да. И, значит, соответственно, и плотность этого момента, чтобы было, чтобы разница была много больших людей. Вот. Ну, плотность-то ещё там как-то каком-то примечении мы можем организовать, но, в общем, в Народном фонде не будет цена. Вот. Поэтому, значит, нового-нового, для резервной системы такая получается штука. Значит, то, что это, здесь будет кристалл. Это называется лидерский кристалл. Вот смотрите, многое. Это лидерский кристалл. Лидерский кристалл. Вот, значит, это лидер. Знаменитый такой человек. Вот с тем, как он много сделал в теории, значит, научные физики теории тела, конечно. Атомные ядерные. Ну, вот так вот. Значит, он... И я расскажу вам, первое, то задачу, которую я сейчас буду рассказывать, сегодня именно. Это будет четвертая задача. Задача — со счета влияния международным взаимодействием на энергию в основном состоянии. Я буду, конечно, сказать, в самом простом варианте, какие-то сложные варианты, может, вам, когда-то расскажут, когда-то там сложные вещи расскажут, вот. Я буду вам сказать, что самое простое, то, что сложно сказать, за каждой, так скажем. Ну вот, значит, итак, кристалл Т, ГС, а если РС в порядке единицы, так, то что это? Ну, между кристаллами, мы этим газом будем выкладывать, мы здесь можем. Допустим, квантовая жизнь вызывается, квантовая жизнь. Квантовая жизнь, электроны таким образом, квантовая жизнь. И почему так кажется? То есть и физически, да, все понятно, если так подумать. Потому что, значит, это, у нас ведь само-то существование трезвого тела, условно, ранечко какой-то, значит, физически, патрициально. Как атом газовым, атом, вот эта орбита, атом, из-за возникает атомный проявший атом этого Бора. Сама орбита-то получается из-за того, что вот этот, радиус этой орбиты отвечает радиусу потенциальной физической. Энергия, взаимодействие, равна физическое энергия движения по этому. Дело в том, что, ну, это, в классическом, конечно, себе объяснение, но это картинка такая, здесь, вместо. То есть, физически, верно, специально вытащить. Ну, и само-то, вроде бы, он так образован. Поэтому ясно, что, если мы будем туда разжимать, мы будем... не будет анонсия. Растягиваем, то, и не будет анонсия. Анонсия, 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 правиль, все. Сильно. Ну, вот, значит, в районе сила, ну, как, отчаянно, расстягивается. Ну, для теории, это, конечно, слабая ситуация, потому что, ну, вы знаете, что мало параметров, чтобы, чтобы что-то по-достащему считать. Конечно, это сложное уравнение, значит, для того, чтобы определить энергию основного состояния, нужно вычислить, значит, мнением какого-то, какого-то выражения, с учетом электронов взаимодействия. Электронов, электронов взаимодействия, в общем, там... ...стоящее, конечно, число членов... ...в этом... Ну, поэтому, в общем, значит, это сложная задача, и вот эта вот задача расстояния... ...даже вот этого простого... ...однородный положительный фон, и, значит, этот... ...электронов на этом фоне, она, по-моему, уменьшена. То есть, то, что решается, это... ...сейчас в другом... ...середине расстояния. Есть, конечно, значит, разные там... ...это... ...фантазии на этот счет, но... ...все равно, ну, вот вы... ...эээ... ...если... ...хотите точного расчета, то это не получится. И... ...это... ...связок какая-то? Сказал бы, что мы разложили, поэтому... ...бесконечное число направили... ...получилось бы это... ...разложили и поэтому... ...это же бесконечное число... ...ну, ну... ...машина же может считать... ...миллионы, миллиарды этих слагаемых... ...почему делать? ...почему нельзя делать? Не получается, почему... ...а, получается, потому что вот... ...это... ...это... ...вот... ...только... ...для Риана Тейлора доказано, да? Если функция хорошая, какая-то, нормальная... ...это... ...ненееет, если... ...особенность производится... ...это... ...самое производится... ...всех порядков, да? Ну тогда, значит, у нас... ...это Риана Тейлора сходится, и вы больше и больше... ...больше начинается наберете и... ...получим... ...в итоге... ...эээ... ...точное... ...производство... ...исколько случится, можете оценить... ...ну, а это... ...тут, как говорится... ...функция, это получается... ...сама энергия... ...мы сами уже приходим... ...самы... ...запрекать... ...эригинал, есть, вся если это значит... ...социальная... ...э hashtag, это Có ren casual... ...так вот, она и функция. Ну, я... ... sing Harris... ...ненького параметного больше нет... ...эранс спосрался, полностью... ...потор «мест», в этом... ...потор «мест», в этом... ...системе у нас только один парамет... ...вот он... ...социальный caller mercado... ...ну, я тоже буду... ...пло discours convictions... ...эранс Далек Ahh... ...эранс, это просто рной... ...вот это... ...э... ...вот это... ...производство ещё... Интересно, она может поддерживать, получается, ну вот, это тоже зависит. Поэтому, значит, эта функция, она, ну, на этого не ходит человек, считай. То есть там, потому что, в природе, загружено ненавидическое ее поведение. Поэтому мы его в самом, в самом таком, в середине-то прорезть. Поэтому, это не по какой пути. Значит, разлагаем это по ЕРС, по эфирмалу, приборщили, а потом пытаемся сшивать. Вот это сделать первое время. Потом, конечно, парень разговаривал, что пристал, он пришел к этому выводу. Пристал, получил часть дня, восклиженную, элементарную линию, в то, что мы сделали эту фигуру. Вот, ну и, значит, а газа, другие там, потом считали. И он начал это тоже делать по самому ясному. Ну, а потом он сделал это. Этитологий был так, если все же, чтобы, например, нарвались, кстати, еще, в течение времени. Ну, значит, да, мы это попробуем сшить. То есть, зачем это нужно? Я еще раз повторяю. Потому что реальная система у нас всегда РС. По этой линице. То есть, я обначитывал уже один раз. РС реальный два, два, три. Она не так сильно не сбросит. Вот он, интервал небольшой. Вот такой раз. Значит, я могу даже добиться. У меня есть это, по-моему, просто на два. Низкое значение. Просто привести, чтобы это в гос. Значит, это сколько же? Какие реальные значения? Вот, допустим, вот смотрите. У меня здесь и вот есть. Так, два сколкины. Так. Потом, значит, один, три. Один, три. И восемь. Вот это натрий. Это калий. Это калий. Самый хороший, который для этой модели. Хоть какое-то отношение хоть имеет. Что-то такое. Тоже такая. Так суть. Восемь. Так вот это все на 10-22. 10-22 сантиметров. 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 Вот. Значит, это. Вот видите, какие? Они все близки к этому. Ну, поскольку там РС-то еще кубичный берется, то разница даже в десять раз. Она потом тут есть. Ну, если кубик взять, там разница не большая. Ну, вот. Значит, итак. У меня даже есть. А, алюминий. Алюминий, допустим. Так, восемнадцать. Апцинк. Тринадцать. Ну, и так далее. Вот. То есть, если вы делаете каких-то десятков до единицы. Ну, получается, что РС-то одно за пяти. Вот. Значит, вот и так. Значит, получается, что он, значит, сейчас, сделать вот такой, то есть, не то, что приезжает, что сделать, нужно, значит, это, как-то повозить с этими вот этими размножениями и послужить. Вот это я сегодня попробовал еще раз. А там сантиметр минус первый? Минус третий? Минус третий. Минус третий. Минус третий, да. Эта санция в одном, это в одном кубличном сантиметре вот сколько занятий. Вот. То есть, это число электронных. Значит, нужно объем. Ну вот. Хорошо. Ну, значит, тогда это. Итак. Значит, вот сейчас мы этим поправим. И займемся. То есть, мы сейчас, значит, вот это вот посмотрим, и вот это разложение. И, значит, я приведу его в шоу-бинера, который он делал, значит, да, это сам. То есть, который сам интерполяется, где же идет туда, в случае. Вот. И тогда мы решили, что давайте это в Казахе. А это сейчас профессионально актуально и применяется все веков эти обязательства, потому что, значит, модели, эти расчеты, они очень развиты, хотя они и часто не согласны по поводу серьезного общения. Вот. Интересно же считать. Во-первых, хочется кое-нибудь что-то посчитать. Глубокое ввязать в эту проблему и формулировать их тяжелое, трудное уравнение – это тоже, на самом деле, получается. А просто электронный трен, там, взаимодействует только в сомнении, давайте считать. Ну вот, значит, смотрите, итак, значит, начнем с, в целом случае, когда вот это. Конечно, лучше всего, что там физическая энергия была больше, немного больше потенциально. А, кстати, почему? Я тут разговаривал, но я еще раз напомню. Почему же это так получилось? Вот реальный, реальный-то газ, наоборот, то есть, плотность и меньше, тем более разрушенный, больше похож на газ отдельно, частиц. То есть, идеальный касса – это когда разреженный реальный газ. Чем больше реальный, тем больше, чем идеальный. А защитная это опорота. Это связано с квантовыми законами. Как код базовый, все, он самое главное, степень стопы. Прямо опорота сейчас в том, что ни в одном состоянии не может быть два электронных веков. Частица не может быть квантовыми, а частица не может… Частица не может стоять от земной в состоянии. То есть, может земной только от этого состояния. Вот так. То есть, если частица не может стоять от этого, кажется, только одной частица будет стоять. Это для, естественно, для этих молекул, с которого состоят от обычные газы, это не касается, потому что там есть… А тогда же квадровые законы берутся от чего? Ну, от того, что с этим в одной функции описывается. В одной функции, значит, не могут, так сказать, в одном состоянии, ну, как сказать, отталкиваться, как бы. Участие, что они в одном состоянии, очень неустойчиво, неустойчиво состояние. А, значит, классический газ, когда вы далеко-налеко, они не вылечит. Вот это чудо скаляется вот это. Они, значит, ну, друг от друга могут оплатиться, и все, они не управляют. Задуманные дороги, если они не могут сесть. А, значит, это, если через классические частицы, они никак с друг другом, не скажем, они не могут платить за полное сестьское количество. Каждый раз все, вот, практически все тела у нас есть, по-напасному, как это механизм. Но вы же знаете, на ладу будет очень-очень, а это… нет такой возможности посадить эти в одну, в одну и дужеточку войти. Потому что, значит, это, значит, каждый, да, для этих классических систем атомов, они значит, друг друга, эти волновые функции каждого из атомов, друг другу, ну, чего-то, ну, не знаю, что числа они берут. А здесь мы обозреваем. Электроны все, если угодно, элитон, что это значит? Он полностью заполняется. Вот даже человек всегда знает. Что эти состояния такие, что он, ну, как сказать, Саич Авардшин, она полностью заполняется. Как-то мне не странно кажется, а тоже фантазично, что заполняется весь кусок, какой-то металл слезы. Это, конечно, с какой-то степени привлеченности, потому что всего двойного дня свободного пролега, если ребенок, он свободен только тогда, когда он стоит. Потом он столкнулся с четвертью. Заметься, потом снова. Но в среднем все они, это так же, как обычный элегастер, в среднем все они свободные движения. То есть в среднем это свободное движение. Так вот, это свободное движение, это чей разумеет по всему. И значит, что, как если я один импульс, то это одна волна, и она не... Так, значит, как еще он начнет? Начать с того, что у нас много замечаний есть. То есть теоретическая метод, это большая потенциальная. Значит, сейчас надо потенциально вычисляем энергию. То есть вычисляем Е0. Е0. Так, ну я как-то сейчас с значком Е, что я буду писать. Так, ну, можно с значком Е писать, потому что, чтобы здесь не просто было. Е0, электронная энергия. Тут энергия снова стоит. Так, значит, так. Ну, мы вот как запишем, вот так, кинетическая энергия, средний значение кинетической энергии. И вот сумма, значит, по П, вот будем, значит, как отличиться П и Сигма, сумма по П и Сигма, значит, вот по один двум. Вот, значит, и, значит, тут Ф, напишем вот такую вещь. Чтобы нам ограничений суммы не было, мы, значит, пишем вот это. Ну, это функция больше. Ну, вот даже, когда 3-4 интеграла, вот с этими увеличениями нужно написать, то есть скучная обоина. А если просто вот эту функцию пишешь, ну, тогда, значит, получается, что соединение сразу пишет. Вот. Вот это Е0, Е, это, ну, это вот кинетическая энергия. Вот теперь, значит, мы запишем потенциальную энергию взаимодействия. Ну, вы знаете, как записать кинетическую энергию. Значит, вот, значит, сейчас, подождите, я напишу сначала только ее исходную, что ли, нужно. Ну, а потом, я запишу ее в то время, в то время, в то время нужно определить. Ну, энергия, значит, будет Средняя энергия будет в среднейшеме дня, H0, плюс энергии взаимодействия, но энергия взаимодействия меняет. Так, значит, смотрите, это, ну, так, сумма по I0, значит, каждая вот E, I, E0, да, заряд, E0, заряд, ну, как-то, ну, как-то, ну, допустим, I0, конечно, почти так идет. Вот, I0, минус, заряд, это, ну, вот, сейчас, заряд, есть конус, закон, вот, R, потому что это неравнение заряд идет, и чтобы вот так писать, вот, в основном, если не за чемпорядка поедет, ну, тогда, значит, будет, ну, да, старая стена поставить. Ну, вот, значит, и так, ашнимируем, вот, анализом объясняем, так вот, значит, как теперь вычислить это, а мы вычислить это, используя методичного продавания, потому что здесь очень трудновато. Как вы будете вычислить такую штуку? Значит, вы должны писать фоновую функцию, вы должны написать энергию, светильную энергию, вот такое зависящее, вы видите, от ИН, где это все от пуля до единицы, да, от формуля до единицы, да, вот. Значит, это, как сказать, как реально сделать, не только можно записать этого основного состояния, и взять вот эту энергию диагональю матовщей элементом по углу, вот это, ну, это будет среднее значение, это будет поправка первого порядка. Поправка первого порядка, это, значит, среднее значение вот этого решения. Как это сделать? Ну, вот это для этого аппарат, это разработан для вторичного продавания. Я вам его, ну, в какой-то, в какие-то моменты я говорил, когда я говорил об оборонах, поливания, решетки. Ну, значит, сейчас я напишу, вот, ну, во-первых, значит, что еще надо научать я себе делать? Значит, я сейчас начинаю вычислить, значит, как, ну, вот, точно бежим, шли, так, шли, где мы видим. Нужно вычислить это по нервным вкусам. Вот это... Весь... Что-то... Вот это... ХЕ здесь. Вот это будет поправка... Е... Э... Э... Е... 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 Ну... Вот... Е... Ну вот... Е... Да? Ух... Е... Ну вот... Значит... Вот это уже сделано. Значит, теперь... Ну, голову фунту как записать надо. А записать нужно ее, да... Чтобы она учитывала принципов. В чем... В чем отличие от... Э... 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 То есть вы должны определить состояние его по сигму, по три сигма, вот какой-то IT-электрон с методом, значит он имеет координаторный. Так вот, IT-электрон, значит, из вот этих функций, где PI, соответственно, PI-то от нуля до профилактики, да, вот, расположены, как мы это знаем. Ну и, соответственно, изучение каждому PI-то отвечает два значения системы. То есть у PI-то, вот так вот. Такое произведение, в которое не попадаются, значит, множители с одними и теми же значениями, оно должно быть так, соответственно, синтризовано. Какой-то синтризации, что получается? Ну вы, наверное, знаете, слышите, слышали. Так это получается терминант, как эта матрица. Вот вы, значит, номерчик, эти вот, допустим, все PI, вот так, все, допустим, PI-сигма, а это вот, а это RI-йод. Вот эти вот I-йод, это, значит, номера матриц, 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 элементов, вот здесь еще при матрице, да, поставлены из всех этих вот волновых функций отдельных электронов. Вот, здесь, допустим, будет RI-йод, все, как, P, I, B, то есть P, P, ну, что ли, P, I, C, M, D, а здесь это ведет к уступительницы. Вот так вот все вот эти функции расположены, пойдет вот это, и опросы, то есть на минус эта матрица. Вот. Значит, нет, матрица расположить, это будет I-йод, а это и нет, значит, ну, от этого матрица. Вот. Да, на минус, соответственно, будет, значит, на что-то, сама должна быть, чтобы, вот, 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 вот это. А, да, на матрица будет, и, следующее, она будет другого, она такая, то есть, ну, и сам. Значит, поэтому, например, значит, функция будет, наверное, так, чтобы номеровка этой обеспечила номеровку и всех функций. Так пишется единственная функция реакция, потому что есть на такие разы. Ну, вот, детерминат. Так вот, детерминат, значит, этой матрицы, это и есть у нас совокупность этих, значит, полных функций для Пси. Вот я сейчас напишу, заброшу, потом, что это представляет. То есть мы заставляем волновые функции основного состояния электронов, N-е, как сказать, электронов у нас, вот, вот, значит, Пси, вот такая, значит, здесь, вот здесь вот, это я должен написать, ну, допустим, это, я обозначаю эти квантовые числа, сейчас я буду обозначать количество, N-е, это, N-7, P-7, ну, чтобы не взять P-7, 2, 2, а еще один. Ну, вот сумма, вот такая, вот такая, так, и эти тоже, так, ну, А-е, значит, значит, N-е. Ну, вот, да, я начинаю, детерминат, детерминат матрицы, вот, Пси, значит, N-е, T, ну да, N-е, T, а R-е, G-е. Ну, что я пытался сейчас написать, то я просто скажу тебе формально, ведь не надо такоматиться. То есть от всех квантовых чисел, которые здесь есть, оно должно быть от всех электроэлектронных, и тех и других, это квадратно масса, тех и других, значение у нас NE, потому что они все заняли свои места. Вот, вот это мы договорились, теперь, значит, она нормировалась, это делается вот от пенита на корень изен и фатериал. Корень изен, корень изен, корень ефатериал. Вот это обеспечит тогда, если мы сейчас возьмем корпус изображенное этого всего, то можно будет негативно, и если каждая ротата будет нормированная, приедет в линии сюда, ну, соответственно, тогда и это есть инструментом опору, это сам написатель, это вы же с собой сами разберетесь. Значит, хорошо. Ну вот теперь дальше, значит, дальше метроэлектронного проекция заключается в том, что мы эту, значит, волновую функцию уже теперь возмущенную, так, записываем в виде... Нет, я неправильно говорю. Это в общем-то, что мы, значит, вот эту вот функцию, вот эту вот, представляем в виде, значит, в виде операторов, действия операторов рождения, допустим, в данном случае. Рождения или уничтожения, когда будет надо, значит, в каждом электронах в каждом состоянии. То есть, мы, допустим, к каждому такому состоянию, допустим, A крест, значит, мы берем как? Вот здесь у нас N, я, как я написал, да? А теперь представим себе пустоту, нет электронных, половой функции пустоты, пустотного состояния. И вот мы, допустим, в появлении первой функции вот этой, пишем, значит, nu1, вот я, допустим, так хорошо, nu1 крест. Вот A, nu1 крест, действует из-за 0, ну, это, значит, ни одного, никто на них нигде, он стоит, да? Вот здесь-то мы A на 1, и он сразу, наверное, подействовал, то получилось, что у него возникло вот этот psi nu1, nu1, допустим, это 1, да? Вот, значит, ну, а все остальные тоже 0, нули, вот потом как-то возникло, так? Дальше, значит, A, действует, что A на него 1, ну, 2 крест. Вот, A, значит, тогда будет, соответственно, 2 функции возникать в двух вот этих состояниях. 3, 4, 5, 6 наберем, и таким образом, A, N, E, крест, здесь, соответственно, nu, A, N, E, R, ну, например, N, E, это уже у него, да? А, N, E, вот, значит, N, E, вот, значит, N, E, вот, значит, N, E, последний. И тогда будет вот так, если тебе надо. Если надо. Тогда уничтожить, это, это, мы следуем в том, что мы очень подействовали этими операторами возникновения. И вот так сделали. Теперь, значит, если мы теперь, по действиям, на уже 18, на это, операция уничтожения, ну, надо быть там, вроде, точнее, действовать на этот, и уничтожать, сейчас остается пустое место на этом месте. Вот, теперь, значит, A, E и E, они, значит, кондиционируют, потому что мы, когда, значит, переставляем два, вот, где вот этих моментов функций, то, понимаете, менять надо. Вот, в чем дело. И поэтому, A крест, когда мы говорим, что A крест на A, плюс A крест на A крест, анใช Aleet равен Кa, равно Е, если А, совпадают, а если А, совпадают, то, Е, то Е, то есть АС совпадает, то сегодня. Вот так вот, значит, вот такие вот операторы, и, значит, получается теперь, что их функция всяит. Значит, сколько бы это у нас не было, мы можем дообразить возбуждение такому-то все же. Я пытался вам дать еще сказать, когда стороной, там дали оператора Б, потому что рассолки, а это тренируемые воды. Чем операторе Б, бензонс-ренируем, здесь часть, потому что здесь, тем, что здесь, вот здесь принципабль, а там нет принципабль, там сколько угодно может поселять, что это не должно быть. Поэтому, значит, здесь вот это, что присоединение с решением решения, а там, значит, вот, то есть, работающий с решением решения, что кому-то отозвать, и это будет. Ну вот, хорошо. Ну вот, значит, дальше. Значит, что дальше? Вот это, дальше, вот этот габаритинальный здесь условний. а крест псигма а крест псигма а крест а просит почему потому что а крест на а то это это величина равна либо единице если есть в этом состоянии по сигма это либо нулю если нет такого состояния то есть это ноль единица или ноль если есть то ноль то есть если нет то ноль вот что делать значит это такое ну соответственно естественно что сейчас это и это ну и то уже потому что средняя берема по ну это будет такая вещь что значит она как раз вот это собственное значение это короче говоря это ф ноль п это и есть собственное значение оператора н вот этого оператора н если мы действуем на волной функции ф ноль это есть нп сигма то есть если это ноль если занятое расстояние и не ноль и не соседи то есть занятое расстояние чтобы у нас в оси теоретически все же фрагменты в этой нашей части ну вот и теперь значит остается как как выяснить оператор вот это конечно послали и значит здесь я конечно будет идти это не буду а просто например но прийти к фурле и образе единственно вы знаете да очень хорошо фурле образе единственное это единственное она это 4 квадрат То есть, вот фури-образ этой значимы, 4π квадрата. То есть, что значит фури-образ? Мы получили динамика и qr, и qz. Мы фури-образ определяем так же, как три перечни, перечни между собой, как и надо. Ну вот, здесь фури-образ, интеграл ПДР. Вот это измельчение. Вот это измельчение. Вот это вот есть вот это. Вот это, вот это. И это не 44, ни на какой раз. Вот это значит... Где это улучшается? Ну, это вообще, да, математики учат. Это, значит, как брать такие... Ну, в общем, это можно сделать. Значит, разный способ выселить, тогда получается. Ну вот, чтобы... А это знать можно для того, чтобы записать, потому что здесь фури-образ фурирует. Значит, вот так вот, сейчас смотрите. И так, я напишу сейчас на 2 месяц уже. Сейчас полный блютониан. Уже я перечислил плотово. Эээээ... Поставлюсь перечислил плотово. Вот, смотрите сейчас. Так, вот полный блютониан. А в полеция. Значит, страника поясина. Эээээ... А в полеция. 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 Кстати, значит, у вас в полеция механика прошли на этой цель, нет? Сдали. Да. Значит, у меня это второе слово, я думаю, мы злодали. Какой-то фрагмент у вас был, наверное. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть был. Сейчас самое чуть-чуть. Ну, я, видите, вам тоже чуть-чуть. Но, значит, я говорю только для своих целей. Математико не разводится большой. Его обычно... Значит, смотрите. Деменестрович его название. Любит излагать. В этих книгах, значит, какие-то... Можно... Вот, смотрите, какие-то... Есть тоже... Вот, по-моему, даже... Есть приложение. Ну, вторичное плотово. И всё. Ну, в общем, любит излагать. Но... Это, конечно, для начала очень трудная вещь. Нам только сейчас стали читать, да, полевые метки. Вот там как раз-то есть. А-а-а, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вам медверь читать, наверное, а? Да. Ну, вот, значит, вот этот медверь, значит, вам это всё расскажет. Вот. Значит, ну, расскажет вам трещина плотово. Так что, значит, это... Это... А я по-своему, по-процесски. По-ноу-моему, по-ноу-моему. Вот. Ну, вот, значит, так. Итак, вот здесь это... Он вам расскажет тогда. Может быть, даже он... То, что я сегодня расскажу вам, он вам может расскажет. Я не знаю. Наверное, он не любит это рассказывать про электроны. Ну, вот. Значит, так. ПФФ4КУ. Вот. Вот это... Это по-другому метраму, с ума. Мы держали. По-другому метраму. Вот. Значит, смотрите. ВМКУ. Так. Значит... И вот здесь очень важная комбинация, чтобы его получить. П минус АКУ. Сигма. А. П. Штих. Минус. Ку штых. Так. Сигма штых. Здесь, как пример, то есть полжение на значок довольно важно. АП чтых штых. Вот. Вот. АП штых. Вот. Вот смотрите. У меня есть 2 к estavam равном. Значит, закономерность следующее, смотрите, что если есть двухчастичные, то, соответственно, у 2 будет 4a, если 3 частичные, 6 и так далее, а если 1 частичные, то это 2a, 3a, 2a. Вот, смотрите, вот, вот, для этого, значит, преобразования, время и исцеления в третьей части планеты оператора двухчастичного, который имеет зависимость от разности тренировок, вот это всегда заложено вот здесь, и то, что здесь произвольный 2 частичный оператор, тут будут произвольные значки, и будет 4 из них. Вот, это, ну, когда, может быть, значит, двухчастичные, то есть, 2 частичные, как у нас связи, и именно поэтому, значит, и методичный оператор не нужен, потому что, вот, смотрите, мы, значит, это все преобразование закупируем, ну, 4 оператора, а всего. Там море, степени свободы, там много, а тут, значит, всего осталось немного. Поэтому, для каких-то российских усилий, ну, вот, VQ, это вот уже, например, фри образ этого, значит, так, VQ, это E, а тут... E, E, E квадратная, E, E квадратная, 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 E квадратная Это тоже тонкость, между прочим, это слабость локальная. Тут есть, значит, ну, поточнение. Сделать бы, чтобы это получилось не так условно, что давайте в каком-нибудь разуме не будем писать. Попробуйте это сделать, в каком-нибудь разуме не будем писать. Вот. И так вот, значит, это вот такая, значит, запись. Ну, а теперь дальше нужно научиться брать среднее значение от вот этих, какого-нибудь количество операторов ограждения и уничтожения, среднее значение по волновой функции, которую я написал, это терминант, значит, вот этого. То есть волновой функции, которая получается из волновой функции нуля, но нулевой, которой нет вообще, то есть условно такая, значит, вакуум. Вот это вакуумное оградействие на волновой функции. Вот здесь две частицы, разные частицы взаимодействия. Вот, значит, этот четвертый. И теперь, значит, нужно вычислить среднее значение по тем, по состояниям, которые содержатся. Значит, ну, идея такая, что, значит, мы волновую функцию вот этих вот комбинаций, которые мы представляем в виде линейной комбинации функций взаимодействующих функций. Ну, вот, значит, значит, соответственно, мы берем матричные объединения между этими, и там, получается, значит, получается, получить правильное вычисление вот этих вот комбинаций звуки. Так, правила, еще не такие. Они, в каком-то смысле, близки к тем правилам, которые для операторов В этих фаномов я рассказывал. Ну, то есть, вот, если есть А крест, А крест, А, А. Мы должны сделать среднее значение по этой иеролейной функции. Стоять. Вот. Значит, по основу стоять. Вот. Значит, по основу стоять. Ну, вот. Так вот, значит, смотрите. Это мы должны следить. Вот здесь справедливо работаем. Вот так. Или вот так. То есть, мы должны... Крест и... Отличные от нуля будут только те, значит, слагаемые в этой сумме. То есть, тут какая-то сумма, в которой будет все выражаться через среднее значение А креста. Ну, это уже у нас не взаимодействующие электроны. Значит, соответственно, эти... Пары этих операторов усоединяются независимо. Маточные диагональные имеют. Поэтому нелинейных, так сказать, 3 и 1 оператор не дает отличное преобращение. Поэтому, значит, здесь только черные вот эффективы здесь. И черные такие, в которых А крест тоже не будет, потому что они будут не герональны. А герональны будут, когда они соединены с другими. Крест и А крест. И не крест. И не крест, а не крест, а не крест. А крест и А. Вот. И, значит, нужно же найти все возможные сцепления. Потом, значит, если у них перестановка, ну, важная перестановка, значит, ничего. А если одна перестановка нужна, то там делается минус. Зав, минус сальца. Ну, вот это все получается просто. И, значит, возникает, вот когда мы возьмем вот это, вот самое значение этого, там одно из этих значений получается с нулем просто равно, а с другое получается просто функция произведения функции. И, поэтому, значит, среднее значение герональны. Я просто пишу так. Среднее значение герональны. Правильно, среднее значение герональны. Вот. Ну, это равно. Значит, здесь, соответственно, есть первая слагаемая этого. То есть, если мы уже взяли детали, потому что двойка в данном случае будет. Просто не два множества. И переработаем. Вот. f0p. Это f0. Вот она. f0p. Собственное значение. Это оператор. Вот. Раз. А второе слагаемое вот такое будет. Смотрите. такое вот такое. Минус, во-первых. Минус. Су. По pq. По pqс. По сегму это просто, у нас все равно было тоже. Вот. vq. vq. Вот это. И здесь просто. r с 0. p плюс hq. Так. Сигма. Ну это сигма, что я имею вовремя условия, так? И R0, P, сигма. Вот и всё. Сумма по P, Q, P. Вот ответ. А что значит P минус H, Q, сигма, что это значит? Ну вот это у нас P, P минус H, Q. Ну сигма, это просто, они равны, не зависит от сигма обычная. Она равна единица. И если P минус H, Q, то есть мы должны сметь проинтегрировать это. Это не такое, что да. То есть нужно проинтегрировать это, значит, просто... В учетом того, что вот это равенство. Ну вот. А V, Q это что? В, Q я не писал. В, Q. А, что? Существует ли я. Не застал. А, не застал. Не застал. Не застал. Ну, я там, в том исходном, сомневаюсь. И это потому, что... Ну как будет, по-моему, это... А, не застал. А на самом деле, просто 4, где он квадрат. Так что, сюда поставить? Да, уже сюда поставили, это проинтегрировать. Значит, ответ получается очень интересный. Значит, здесь... Получается, смотрите. Как бы... Вот здесь вот F, P здесь, и Солнце, и Солнце, и Солнце, и Солнце. Можно вынести вот это. И я сказал, что просто как энергия переномировалась. Получается вот это. Значит, Epsilon P плюс вот это. И, значит, получается, что какая энергия, В, F. Соответственно, получается такой, что у нас... То у нас снова... Значит... Сумма P, это сумма P как достигнута. кодосидной на f в сторону, где вот это не стиль будет, сейчас напишем, есть f минус, так, сейчас, просто уже взять, вот смотрите, какая штука получается, это очень интересная задача для помоторного анализа, вы эту карту, я называю, сделать тройные интегралы, здесь тройные электронные анализы, вы проходили это, это был про укисный политория, где мы вчера, то есть это интересно, это задача, вот, по числу и x, диаграммное на логарифм, 1 плюс x, 1 минус x, так, где x равно k, x равно, значит, x равно, так, ну да, p должно быть, p должно быть, p должно быть ну, в общем, это, тогда, вот, в квадрате, в общем-то, громосква значит, p на 2 плюс x, вот, какая получается штука, что коленки, получается, добавка, это целый здесь, значит, соответственно, это будет, это, добавка будет, пропацидам РС, по сравнению с этим она на РС, вот, я не понял, у нас, у Медведева в ЭКУ это был матричный элемент, а здесь просто какая-то постоянная у нас матричный элемент на H, E, это достаточно ну, так это и есть, кукла, в церкви написала, то есть это целый, есть, ну, можно, я должен, он, не, хури, представляю, наверное, хуриообраз не сделал, да, там уже, если тогда будет, ну, матричный элемент, что вы говорите, вычислите это матричный элемент, конечно, вычислите, пожалуйста, ну, просто здесь, значит, я вам сказал, матричный элемент 1, 1, 1, 1, международными функциями, по-русски, вычистите вот это, это будет, вычистите, ну, просто он, он пишет, остается писать в общем виде, применяя не только кулоновскому взаимодействию, но и крупных, ну, наверное, энергия взаимодействия какая-то между частицами, вот, вот, так есть, действительно выдается. А мы здесь для Куловновского взаимодействия антистонского? Мы здесь как так просто, где, куда и каю, ну, и так вот, значит, молд, что получится. Энергия, получается, уменьшается, да. Ну, правда, здесь вы сразу прикинули, что положитель без себя будет, да? Ну, вообще-то да, 1-6. Сейчас мы все побоим. Итак, теперь давайте мы все полную энергию. Я вам сейчас не пишу, я здесь не пишу. Это тоже можно поработать и сделать. Значит, он вам задачу эту рассказывал с Кулоновским взаимодействием. Рассказывал, рассказывал, значит, я повторяю, что он очень хорошо. Единственное, это вот энергия. Значит, смотрите. Вот эту форму я приводила. 2,2 на РС квадратный. Вот энергия Слабонова, Слабонных аректодов. Это известная форма. 2,2 на РС квадратный. Это функция РС. Вот это что? Первая часть Слабонова. А следующая, ну, 9. Минус 0,9 на РС. Откручиваем по крайней мере. Все это в Риттберге осуществляется. Так, Риттберг сейчас конкретную. Значит, 1 Риттберг. Минус 0,9 на РС квадратный. А, ну, ты что, сэр, не так, не честно. 1 Риттрерг – это, значит, М вверх четвёртой на 2H квадратный. Это, вот так видишься. Это, значит, энергия основного состояния электронного ватами водорода. Это техники электриктуры, которые имеют никакую энергию. Значит, она равна в разных единицах, которые вы знаете, в основном. Смотрите, 2,2 на 10 минус 11 R, ну это самая любимая новинница СГС, теперь это 13, это вы знаете хорошо, 13,5 вольт, еще 36, не 13, 50, это было всего, это 350 вольт, ну и еще какой-то, я знаю, где-то было, еще 50 вольт. А 13,6 железа находит, вроде как. А, не пусть 13,6, это я мог ошибиться, конечно, почему я опять написал, но где-то, где-то пишут высочники 13,5, 13,6 правильно, это мне тоже предполагает, что такое будет. Ну вот, 13,6, и вот это, вот это Риндберг. Так вот Риндберг, мы Риндберг безразумения, почему она, о чем? Смотрите, тут только числа 10,10, посмотрите, здесь пара, вот 10 минус 11, тут умаешься писать эту стебель. Ну, естественно, когда берется естественные единицы, то цифры остаются такие только обычные терапии, то есть 23 десятки. Вот, значит, это формула электронной системы первого приближения по стабильному приближению. То есть, если РС у нас, то это значит, если РС – малое число, то это значит, что у нас отличается. Вот. Это легоновое приближение Харфри-Фока называется. То есть Харфри-Фока просто традиционно называется приближением, то есть приближением, которым считается потенциальной энергией малой приближения. Ну, оно ошибочно называется Фоком. Фок тут ни при чем. А, на самом деле, тут больше можно приближать Харфри. А вот Хока обычно тоже называют уровень Харфри-Фока. Так вот они не уровень Харфри-Фока, они уровень Фока. Вот это есть тонкий секретарь, который, к сожалению, зарезал. Почему? Потому что, ну, Харфри понятно, он американец, поэтому, значит, перед американцем он такой. Вот Харфри-Фок – это когда по теории назначения по взаимовольствиям. Это значит, можно сказать, что Фок тут не имеет никакого. Но она имеет право его. Она имеет отношение к какой? Нет, я не прошу неправки. Это значит, она и бедрится. Потому что это обменная. Вот это обменная. То есть это… Это не Харфри, это тогда сколько нужно написать? Потому что обменную часть взаимовольствия… Ну, в общем, короче говоря, это первая поправка по РЭС. Она вычисляется, как вы видите, тривиально. Просто все вычислили. Теперь начнем вопрос о том, что мы еще со всеми… Ну, все, без перерыва вычислили. Так? Нет, давайте маленький сделаем пять минут. Ну, давайте маленький сделаем, сейчас перерывим. Я сейчас не знаю, что перерывим. У вас почему они летели? Что? Почему летели у вас летели? Они в командировку уехали. На разведку в Питер уехали. Ох, сладко ж я. Нет, опять где-то берут. Нет, опять где-то берут. Нет, опять где-то берут. Нет, опять где-то берут. Нет, опять же. Так, что здесь получилось? А теперь мы получили. Смотрите, смотрите. Ну, что здесь интересно? Во-первых, что получилось, что перенармировка какая-то, как говорится. Кстати, у нас постоянно Риттберг, она там немного и так записывается там. Надо 2πc h в кубе делить. Ну, на Википедии так сказать. Ну, Me в четверть делить на 2πc h в четверть. Так должно быть. Почему? Это у нас же Боровский радио с h квадрат на m e квадрат. Не знаю, ребята. Я, конечно, не могу спорить с вами. Потому что, значит... Так. Сейчас, минуточку. Но Боровский радио... Нет, Боровский радио с h квадрат на m e квадрат. Точно помню. Это точно, да. Это радио. Надо е... Я, 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 я. Я, я, я. Так получилось. Я мог бы, конечно... Так, смотрите. Фольский радио h квадрат на m e квадрат. Правильно, выводский радио. А, ну, значит, теперь... А... Этот самый... М e в четверть. Да. М e в четверть. Два а в четверть. Да. Возможно, это и лица, и лица, и лица, и лица, и лица. Купить нам. Это, значит... Ну, давайте вот эту точку заливаем. Так, ну, а та... Ну, а та... Нет, скорее всего, это правильно. И в данный момент будет на неделе. Я... Я... Вы, наверное, может быть, что-то другое имейте в виду. Там... Какой там цепь, ну, что ли? Да. Скорость этого света не может быть, мне тоже не посмотрели, потому что, значит, там же не революционные случаи. Ну что, начали? Ну, в книжке, в книжке, да, у меня там, значит, в чем дело? Это Рибер, да? Значит, смотрите, ну, короче говоря, что вам скажу, если там Центр в поле света ходит, то это явно не входит. Это постоянно ходит в революцию, постоянно ходит в революцию. Ну ладно, давайте, а все шесть. И как, значит, смотрите, получили, что энергия, энергия зависит от импульса, смотрите, по-другому, совсем. Значит, эффективная масса как-то сидят и, да, понимаете, тут зависит от импульса, совершенно верно. Ну, это все очень интересно. Но, значит, здесь, во-первых, это тут не энергетическая функция, она, производная ее бесконечно обращается, во-первых. А второе, значит, давайте, вот самая опротивная штука здесь, которая выясняется, когда мы говорим, давайте сейчас следующий центр, да, мы попробуем, и все. И получим, какое-то, что нигде, тут зависит, клинику за то части. Но, тут зависит, это, такая вещь. по специальности взаимодействия, имеет ограниченное взаимодействие. Вот тогда вся теория взаимодействия может быть предоставленной, корректной и полчейной ряды все будут чему-то отвечать и так далее. Здесь же тонкость в том, что этот единица на R, который полностью взаимодействует, он только в первом порядке теории взаимодействия, доказывается, дает возможность быть естественной. И это имеет смысл, самый первый порядок. Но, значит, здесь получается так, что следующий, если мы видим третий, четвертый и так далее, во всех местах так вычлить нельзя, потому что возникает расходящая серия цифровая. Интегралы расходятся, и, значит, это была проблема в своем моменте. Ну, понятно, получается так, что, значит, когда мы, мы должны в следующем порядке суммировать какое-то большое число, слагаемых от разных частиц. Возлецом взаимодействуют с большим, чем больше порядок, тем больше, чем больше число частиц. А каждое взаимодействие, оно как бы, как бы, сингулярно объединится, наверное. И вот эти интервалы, которые там возникают, это все империально исходящиеся. Вот туда и возникал. Возникало. Ну, вот. Значит, проблема эта, значит, решилась и известно, и Путин решили. Но он не постой. Путь вообще в следующем, что взаимодействие двух электронов фактически-то в такой стиле электронов экранируется другими электронами. То есть электроны взаимодействуют друг с другом среде других электронов. И, значит, поэтому это взаимодействие не Кулоновское совсем. То есть вот огромное число электронов, а окружатели два электронов. Значит, они модифицируются для взаимодействия. И, значит, получается, что оно не... То есть его потеряет значение-то, если считать, то нужно учитывать то, что вот эту электронировку. С другими словами, вот, чем те же взаимодействующие частицы, что мне не хотелось. Другими словами, нужно тут вычислить ряд какой-то бесконечный, выделить какой-то бесконечный ряд слагаемых, которые компенсируют эти целебряности в каждом таком порядке. То есть таким самым это будет экстранировать вот этот вот из 4 квадратных 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 будет экранировать. Я вам сейчас покажу, как это делается. То есть, знаете, это экранировка. Как это можно делать? То есть нужно найти эффективное взаимодействие. Эффективное взаимодействие. И ряд теорий изучения по сути-профессионного взаимодействия. Ну, вот здесь это как раз то, что я говорил, что эти ряды, которые мы собираемся брать, они не аналитические, то есть они не редукционеры. И поэтому они, ими можно приближать реальное значение, но только в том случае, когда действительно реальная агрессионного взаимодействия. А когда это соединится, значит, этот ряд не единственных взаимодействий не сойдет, не сходится. Он всегда и содержится. Ну, вот у нас, я не знаю, в математике асинтетические такие разложения не преподаются. Ну, может быть, главный рассказ, если вы в математике еще не поймете. По идее, это в математических взаимодействиях, конечно, для теоретиков это главная правда. Все разложения вот такого рода физических каких-то интересных параметров, они всегда имеют асинтетический сравнение. То есть в нем всегда остаток есть, который нельзя, значит, оценить, и который, значит, всегда порядок того, который получится, я сниму дальнейшее отслагаемое. Пусть мы очень больше приближаемся, но все равно есть остаток, которые вывозь сетинеза фактически. Вот так вот получилось. Ну, вот, ну, значит, это, я говорю, что решается эта проблема асинтетического взаимодействия тем, что учитывается экстранирование. Ну, это, кажется, не очень это помогает, по простой причине. Значит, мы, оказывается, что система будет сетинезной разложения. Вот, смотрите, мы здесь уже прийти к кристаллу. Вот, в этом случае, мы этим разложениям, мы практически тоже можем описать всю картину, наверное, а это явно парадокс. Потому что кристалл он уже не может прийти. То есть он должен прийти к кристаллу. Ну, получается, это, пожалуйста, поэтому, значит, ясно, что ни одно из разложений такого ресурса не даст правильный Поэтому есть такое сомнение, что разложениями этими не заниматься, а делать интерполяцию нужно. Ну, вот, значит, все равно, поскольку нужно, значит, это корренировка, я вам уже фрагмент про эту корренировку рассказал, рассказал. Как же эта корренировка получается? Как охранируется взаимодействие? Ну, и тут у себя физическая причина, как, соответственно, я равнюсь, давай, к этому будет. Вот это, значит, надо будет показать. Ну, так что я и даже, поскольку я даже не уверен, что это будет взаимодействие. То есть надо это показать. Вот давайте, значит, экраневолка следующий, знаете, ровный взаимодействие для того, чтобы получить и, соответственно, значит, особенность, которая есть в этой энергией, она тоже, чтобы ее не существовало, нужно только, да, показать, как есть. Вот. Ну, вот. Значит, это мелко. Ну, значит, смотрите, мы должны учесть, что электроны, два электронных взаимодействия находятся в среде. Ну, для этого, значит, надо, соответственно, записать уровни полослона. А откуда возникла полослона? Это же возникла полослона. Это же возникла из-за уровня полослона. Я так говорила. Вот. Так. Надеюсь, вы слышали, что это такое. Вот. Значит, ответ раз равен минус четыре. Минус четыре. Минус четыре. Пи. Е. Дельта. Вот. Вот этого решения, вот этого уравнения, если есть в квадрат. Динамик. Не дает, да? Это поле, создаемое одним электронами. Это вот. Теперь нужно учесть, что, значит, это поле хромируется, как здесь. Нужно просто сюда добавить. Значит, я добавил вот так. Ну, минус четыре. Минус четыре. Это у нас. Вот. Вот. В уровне идет. Е. Точечный заряд. Вот он, точка. Плюс. Значит, здесь что должно быть? Вот я называю ее уровень АТР. Это функция, которая получается так. Что, если два они что называют, то они возмущают окружающую систему, и при этом в этой окружающей системе возникает плотный заряд, то есть поляризация этой системы. Возникает плотный заряд, и это соответствующее тому, что вот этот заряд, который действует у другого экрана, он, значит, возмущает вокруг себя, и, значит, всю эту систему. Поэтому, значит, нельзя рассматривать только один электрон, когда другого экрана дырится, на него смотрят, но он смотрит не только на него, но и на его звучание. Вот. Значит, смотрите. Куб квадрат. Фи. Так. Фи. Это куб квадрат. Верняется. Четыре. Е. Так. Четыре. Минус. Минус. Куб квадрат. Верняется. Так. Четыре. Плюс. Значит. Ров. Фи. Е. Так. Сейчас. Ров. Значит, теперь, давайте формально просто рассмотрим, что вот эта вот руетка будет пропорциональна этому, если потенциал взаимодействия слабого считаем. Ну, раз взаимодействие мы все равно считаем слабым, то, значит, соответственно, возможно, можно какое-то произвольное положение что-то. Это, в общем, точность, которая сразу же описывает тот результат, который мы хотим для произвольного после РС полпаса получить. Ну, пусть будет РС, нам на приват, потому что, поскольку такая ерунда получилась, что мы не можем следующие слаганы. Вот слагаем все эти проекты не можем вычесть. Например, РС считает, что все мало, то есть РС мало, но, значит, все же произведет результат по возможным просилия ручной. Так вот. Ну, это, значит, все равно я повторяю, она просто начитана пропорционально Фи самому, который мы выходим. То есть Фи изменяет Фи от Ку. Ну, а Харсен пропорциональности мы изображаем, а не изумовость такая здесь есть. Ну, просто минус Е бежитетное обозначение. Фи Е от Ку. Минус Е от Ку. Вот так вот. Фи Е. Вот. Значит, то есть я просто написал, что это что-то будет представлено этому же Фи целом. Ну, вы это знаете про процедуру, а если я не эритаринамику буду хорошо изучать и задать. Вот. Тогда, значит, это просто означает следующее, что Фи Е от Ку равняется, смотрите, 4 Фи Е. 4 Фи Е. 4 Фи Е на Ку квадрат и здесь будет 1 плюс 4 Фи Е квадрат на Ку квадрат. Вот. Вот это, значит, так подорвано здесь, получается, это даже образ. Так, все делаю. Вот. 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 Это называется георитическая проницаемость. Ну, значит, надо бы полагать, чтобы это куда-то прошли, как дата. Георитическая электродинамика. Ну, а тут у нас, это вообще-то, плазменная модель называлась, это то, что мы сейчас делаем, называлась плазменная модель металла. То есть это, наверное, просто. Электроны его выбрали. Электроновка взаимодействия. 4 Фи Е квадрат на Ку квадрат на Ку квадрат единица. А, ну это, поэтому шут, Эйсен от Ку. Эйсен от Ку, это вот, Эйсен прогресс, или Эйсен от Ку, где не все при ценности. Так. Значит, вот оно. Электроновка взаимодействия. Модификация взаимодействия получается из-за того, что есть эвакуальная индукцированная полис. Вот. Электронная полис, значит, связанная с этим полем, который состоит заряд. Вот. Значит, осталось бы вычислить, и теперь Эйсен включил. Ну вот. Вычисления от увеличения. Так. Значит. Хорошо. Давайте вот так. Значит, мы должны... Что мы должны увеличить? Давайте подумаем. Значит, мы должны... Как изменяется вот эта вот функция распределения? Значит, она функционалит получается реально. Сколько электронов в каждом состоянии, да? Если это является вот это заряд. Поле заряда. То есть, мы получили в том числе, что даже что-то... Кашмой вот этому габаритонену, да, память, энергию взаимодействию. Я вот ее, значит, назначу как... Так. Дублю ВС. Дублю ВС. Вот это не Дублю ВС. Нечто подобное. Энергия взаимодействия. Энергия взаимодействия, он получил это H. Ноль плюс Ефи. Ефи вот это. Дану Герой. Вот энергия взаимодействия электрона с этим потенциалом, который соблюдает какой-то электрон, да? Электрон с этим потенциалом, да? Значит, как реагировать его другая система? Ну, как... Ну, как... Ну, как... То, что это тот же электрон в той же системе находится. Потому что тех электрон вообще много. Значит, просто электрон находится в середине. Он все равно потенциал. Вот его потенциал изменил распределение электрона по импульсам, да? Значит, изменилась с того, что возникла вот эта вот добавка Ефи. Вот. Значит, ее матричные элементы, эти добавки... Так, ну, я написал просто оттенциал вот так. А матричный элемент по полной импульсам будет понятно. Ефи... Вот если говорить так, что это такое? В... Ой, б... В... 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 В штыф... Матричный элемент этого завещего от Эфи функции равен Ефи ко на... Ну, я туда подписываю Е везде так. Ефи, значит. Ефи, значит. Ефи-эфи, фи-ш Тыфу. Минус Аж, dinner. Это очевидная формула, да. Essentially, мы можем использовать экспонентку, куда их принимать? Вот эта экспонентка П и эта П. Ну и получается интеграл вот к Ецепоне Ефи на аж... p минус hq минус p штрих так, hq, p штрих, ds. Ну, это будет дать ко всему вот это все. Дать ко всему, конечно, мы, наверное, считаем, как дискретно. По равному другу мы считаем по действительности. Ну, у него действительно это назначение. Ну, вот какой он будет. Вот. И теперь, значит, мы должны сделать следующее. Мы должны вычислить что? Мы должны вычислить добавку к этой вот функции распределения. К этому распределению. Вот. И, значит, после того, как вычислить добавку, вычислить среднее значение с этой добавкой по потовзряду. Это будет, это будет. Вот потозаряда возникла. Это профессиональный потенциал. Вот мы сейчас этот потенциал, который получился у нас. Профессиональный потенциал, мы найдем потозаряда. То есть мы вот это вот... Вот энергия вот эта равна. А теперь мы сюда должны добавить энергию, которая получается из-за того, что энергия сдвинулась здесь. Нам только не энергия нужна, нам просто только распределение само нужно. Потому что мы... То есть я понял, потозаряда. Вот. Вот этот фрагмент. Он... Как-то... Надеюсь, что... Часто понятен. Вот. Вот. Значит, вот это мы сейчас написали. Как это можно сделать? Мы сейчас найдем. Ну, мы сейчас вот эту просто получаем помощь. Хорошо. Как мы получим? А что это будет? А так, ребята. Диагональный ПП. Вот как это будет? Значит, мы должны новому найти как унцию с аэссориком, но уже отличающему не возмущенному распределению электронов по импульсам, а другому. То есть вот этот фрагмент. А что это? Правильно. Вот здесь можно сказать. Эпсилон ПП. Эпсилон ПП. Правильно? То есть это на единице с аэпсилон меньше, так как унцию с аэпсилон, да? И ноль с аэпсилон больше. Это функция от аэпсилона. Ну, ступенчатая функция. Ну, что? Вот. Все равно это функция от аэпсилона. Так вот, теперь вместо аэпсилона, собственными назначениями, которые являются Шнольдер, мы добавили плюсы. Вот. Как найти теперь поправку к этой ступеньке? Очень просто. Я вам рассказал личный фрагмент разложения экспонентов. Тут была функция в виде экспонентов. Это были фрагменты. А тут функция, ну вот она, ступенька. Ну вот. Так мы решаем как-то. Там было что хуже. Термогеномические теории излучения, если помните, помните. Мы не в первый порядок вычислили, а в второй даже. В первом порядке вычислили. А здесь нужно первым только вычислили. А первым вычислили, вообще всего так. Вот, если вы спросите, что коммутантом вот этого оператора, это дубль В. Правильный был. Правильно? Это исходное практически уравнение для определения дубль В. Значит, смотрите. Вычисляем линейную парень. Линейную поправку. Значит, смотрите. Вденье окружения F0, H0, W. Вот это. Здесь выбросили дубль В. Теперь, плюс F0, 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 а также F0, F0, F0. Плюс Дельта. Вот так, чтобы это не было. Дельта. Значит, это первое слогаемое написало правильно. А второе слогаемое будет ДхDF. Другая. А вот она будет. Вот, за идеями, приближаются в самом роде, в самом роде. А в любом приближении, F, 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 ну, только онлокируется, что? Понятно, да? Ну, значит, здесь, если маточная гимнастическая изделия, то этих ломаганалек, F, 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 F. То, значит, получается очень простое выражение. Дель ТФ, вот эта добавка к этой функции, маточной гимнастрии, F, 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 F. Вот у меня, вот она добавка к этой функции, смотрите. Вот, Wbp4. Здесь коммутант отдаст вот эту вот. А, что я написал? Вот здесь h0, h0, delta f h0, h0. Вот это h0, вот это коммутант, а здесь 0. Вот так. Вот получилось что. И теперь мы, значит, поправку должны вычислить. Флотность заряда в E равняется E, ну, плотность заряда просто это delta f. Ну вот, значит, смотрите. Теперь, значит, это, вот эта величина, вот она есть. Вот эти ползины здесь подставляем здесь, да? И получаем, что... А все, получается, что определенная этим форму х0 равняется х0, х0, значит, мы напишем минус ff-f, то есть f0, минус f0, так, сейчас, это минус f0, так, вот, все. Это, наверное, очень плохо. Смотрите, f0, df, 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 df. Тривиальная личность, конечно. А если диагональная, то вот так получается, вот, значит, это конечная разность получается. Ну вот, значит, минус, так, сейчас, секунду, я тут напишу. А ну, просто ничего, просто вообще. Так, p, так, просто по p, все. Сумма по p, вот, f0, p, минус f0, p, минус h, вот, смотрите, товарищ, она называется парализуемость электронного газа. Вот она, и защитили от q. Это просто так. Значит, если ку равно нулю, то это будет сумма, при ку равно нулю, это будет сумма, сумма. Сумма минус df, Df, P, по dxd. Сумма, df. Это производная ступейки. Будет дельта функция. Значит, это будет, как бы, плотное состояние с данными энергиями, с данными энергии, Дирекционная скачка пред энергии фермера, поэтому это будет просто плотное состояние на плотности фермера слева. А приколер обычный интеграл. Это очень интересное изображение. Попробуйте, а это значит тоже ступеньку поставить сюда и вычислить все. Ну я знаю, конечно, люди очень нравится такие вещи вычислять. Попробуйте. А это, в общем-то, такое при ней хорошее. Смотрите, и так, получается непростое выражение. Так, непростое. Значит, херку, а ну, откол. И я не спроса, я так уже пишу. И, значит, откол. Сказал же, можно тут кусок выбросить, но я эти, давайте прозвонок лучше. Ну вот, так, эфирный, так, эфирный. И здесь скобочка. Вот смотрите, что здесь будет в скобочке. Непростое. Одна вторая плюс... Плюс тут даже не верю. Четыре к квадрат... Ну тут вот аналогичная формула была. Там была... ...пуферный, а это лишь каферный выше. Каферный, муискупая. Так, восемь каферный, каферный пункт. Логарифм. Вот там помните, было 2k ферми плюс 1, вот тут только я через коферми говорю, 2k ферми плюс 1. k ферми – это просто, а вот hk ферми – это k ферми, вот и все. Вот такая, а ты уже знал, поливисуемость электронного процесса. Значит, сейчас мы подставляем в ту формулу диагностической проницальности, которая была, и, значит, получаем, как это зависит, что вы представляете от хронирования пациентов. Итак, потенциал хронирован, и хронирован сложен довольно образом. Значит, 4c квадрат, который я там делал, на q квадрат, заменяется на 4c квадрат на q квадрат εq. Вот такая вещь получилась. Ну, конечно, самое простое – это взять, сейчас, q немного меньше коферми. Это, вообще-то говоря, отражает тот, очень мало отвод, и склон, но если же q квадрат меж коферми против. Ну, и тогда, значит, это останется только вот эта вот, вот эта, которая равна вот этой вот. Вот эта квадрат состояний равна вот этой величине. К квадрат ку, фи от ку, так, да, фи от ку, в тех пределе, значит, при курове на 0, при курове на 0, при курове на 0, при курове на 0, с левицами, 3 вторых, по-палактически, 3 вторых, н е на е ферми. То есть, если н е рассматривается как функция е ферми, как можно сделать? Ну, тогда вот это производное – это н е по е ферми, понятно, да? Вот, а если, значит, просто написать это, выразить через консервацию, то вот так будет. Это тоже можно выразить через консервацию на е ферми. Ну, просто так будет получается вот такая. Так смотрите, а если мы взялись кофтер меж с куровей, мы подставим сюда, смотрите, что получается. то есть ты хочешь на секторой. 4π е квадрат. Вот получается, смотрите, шерковое. Т.е. ку и ва ферми. Понятно? Константа, получается, в дуку, по-палактике, 4π е квадрат. А какой квадрат дымаем? Это 4π е квадрат, и вот это 3e, явная на 2 е ферми. Вот такая вещь. И так получилось, так называемая Добайская хренированная. Добай занимался этими хренированными растворами, электролитерами. Ну там и шторные, конечно, тоже. Но кажется, что электроны тоже очень сильно меняются. Значит, а что получилось-то, смотрите, когда мы так сделали. Вот найдем теперь фуриообраз. Мы этого фуриообраза будем не знали. А вы для чего фуриообраз? Кто знает сходу? Тому сразу слышит пятерку по математике или почему-то еще. По элементарной математике, по школьной математике, здесь распределена. Фуриообраз какой функции вот это? Это всем должны знать. Потому что вы это проходили много раз. И за счет, проходили в экстременте везде. Это актронированное взаимодействие. То есть у от r это b. Вот как было то? e квадрат на r, а здесь будет e минус qdb на r. Ясно? Вот оно такое. Это уже никакой интеграл взятий соответствующий. Представьте, фуриообраз определять. И как? Значит, конечно. Умножим на ясно и минус qr. Интегрируем по куб. Получится вот эта вот вещь. Это делается, которое у вас хорошо обучили методом коблистного перехода в комплексную плоскость. Это табличный что-то интеграл. Вот он. И так. Получается, что в кулоновской взаимодействии на больших расстояниях завязается вот этим экспонентом. И тогда сразу, конечно, если поставить сейчас этот кулон сюда, то ряд сразу же сходится и все нормально, потому что, да, там, значит, такие взаимодействия имеют уже количество равных действий, определяющих именно кулонды, определяющихся именно кулонды. Тут облицания кого-то нет. Тут идет все сигарная функция. Славая, так сказать, облиц. А тут, значит, уже когда экспонент, то все хорошо. Вот. Таким образом. Теперь, если показать, сейчас облицах только, как кулон бывает, оближается через эрозин. Ну, а давайте мы сфотографировали, наверное, сейчас облицах оформлю. Так, держать. Сейчас, мы, сейчас, мы не нашли отсидеть. Так, сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Вот. Вот, куда, я баш? Ну, там, ладно, говорить, что мы ердобай просто написали. Эрдобай? А, эрдобай? То есть эрдобай? А эрдобай – это эффективный масштаб, который за свою Это просто R0 по стадии результатов 2,6 на корень результатов. Вот она какая получается, разница корнировки зависит от плотности. Вот она здесь содержится. Значит, и соответственно у нас РС малая, значит, радиус большой. То есть он охватит большое число частиц, этот радиус корнировки. Таким образом, значит, фактически взаимодействие почти что кулоновское, оно значит, на какое нарастание КУДПА это ввязаться. Если же мы возьмем приближение кулоновское альтинеце, тогда получается получается получается. То есть радиус Зубая имеет то столько. В том случае, когда там меньше, а раз, много. Единицы. Вот. И значит, тогда, соответственно, корнировки, взаимодействие на малых расстояниях, и ноль на больших расстояниях по самому-зубаяским радиусам. И так мы, значит, получили, что если теперь, значит, учесть коммерческие разницы действия эффективного потенциала, ну тогда, значит, это, значит, зависимость геновой от РС, из коммерческого проимплималах РС. Можно проанализировать в виде этой РС. И, значит, это получается в такой артатете. Значит, эта, вот, непростая задача была решена. Значит, делал маму обратно, первый, и, значит, палец на зверху. Значит, вот эти вот три-два, например, это, кстати, что ли, уникальная работа, в которой получится одно. То есть, они реально вычитали, ну, в разные, например, способы. То есть, они реально вычитали тем, что анализировали целую совокупность слагаемых. То есть, вот, в целую совокупность слагаемых, которая расходится, можно просомбировать. Вот это 4π квадрат на квадрат, вот это и дает сумму. Сумма дает, что у вас 4π квадрат на квадрат возникает заменатель. Это прогрессит обычно в этих рядах возникает. 4π квадрат на квадрат и вот это. Вот это, там, принцип смены, она, значит, ее, значит, та фигурация, значит, 3π. Ну, конечно, это, значит, точности. То есть, немного, на самом деле, значит, за первых словами только, в каком-то смысле, могут. Что я говорю? Тут сам фактор. Конечно, на учетах непонятно, как это, в какой степени может быть все, и так далее. Это то, что, на самом деле, главная функция, по которой мы должны вычислять, они трансформируются в функции неоднородной системы. И это очень сложно учесть. Значит, тут в какой степени не звучится, не ясно. Ну, хорошо. Ну, вот, значит, тогда, сейчас я так и пишу, вот, какой ответ. Так, вспомним. Значит, мы сейчас закончим. Так. Вот, смотрите, какой ответ. Е0. Е0 от РС. Это РС при РС можно больше не делиться. Разложение. Вот. Это, значит, ключок этого, как я сказал. Так. Вот этот, первый сладкий. Этот 20 сантиметров, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. А следующие сладкое. Вот, я вам сейчас сейчас напишу, они вообще не реальны. Какой следующий сладкий? Следующий сладкий. Следующий. Какой будет? Какой будет? А, вот такой вот он будет. Сейчас я напишу. То есть 0, 0, 6 логарифм РС. Понял, нет? Вот такая вот сложность. То есть это непростая вещь. Значит, продолжение, видите, ну уж в учебе что-то не подышать этого уровня. Это зрение не энергетическому характеру. А дальше, мы ожидаем, что будет константом. Можно константом на уровне? Так, дальше идет. Ну дальше уже не вычисленная слогаемая. А РС. Они только знают, что будут дальше такие вот. В РС. Логарифм РС. И плюс С. Так, С. Раскладываем. Вот здесь я раскладываю. Вот какая же структура будет ряда. Эти прогнозируемые складываемые, значит, уже в смысле не будет. Вот, смотрите, вот эта задача, отлично, энергия в лобусе надо провести. Ну, а теперь, значит, получается, что большое просто, я уже там в следующий раз не могу сказать. и где есть что-то использовать. Я, потому что, видите, тут разные, там эти все детали начинал вязать. Но с другой стороны, нужно сказать, что терроризация должна быть в силу. Не то, что просто он там утащится на ногу и все руками будет. Вот. Так что, вот, значит, это, поясняю, 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 разложению, какие разложения есть, и поясняю, какое это масло. Следующий раз, кристалл, взвод для кристаллов, задача видного разложения. Ну и терпуляция, вот это, вот это, вот это, так сказать, просто. Покажу, какая-то терпуляция. И, наверное, в этом просто закончить, конечно же, не пойдем. Спасибо.